Привет всем! Я Александр Коробутов, руководитель территории Белгород, компания «Сингента». Нам посчастливилось находиться на производственных полях компании «Белгран Корм Холдинг» культура «Соя». При такой же технологии возделываются в холдинге на площади 24 тысячи гектар. Что особенно в этом поле? Применяется наш инновационный продукт – технология «Крузер Макс». Условия 2022 года сложились так, что зима была довольно-таки мягкая, что благоприятствовало перезимовке большинству патогенов и вредителей. А весенние условия, особенно апрель и май, были затяжные холода, что также негативно сказывалось на развитии растений «Соя». На данном поле, где применялся «Крузер Макс», мы наблюдали гораздо более интенсивное развитие растений «Соя», более выраженный физиологический эффект. Кроме того, растения «Соя» по сравнению с хозяйственным вариантом были менее, а практически отсутствовали повреждения ростковой мухой. Это новый вредный объект на полях Белгородчины. Кроме технологии «Крузер Макс», на данном поле семена «Соя» обработаны были инокулянтом «Атува». Что это такое? «Атува» – это новая технология производства бактерий, позволяющая инокулировать семена заблаговременно. Инокуляция «Соя» способствует снижению применения азотных удобрений, что очень важно. Затраты на инокуляцию гораздо меньше, чем на покупку удобрений. Поэтому мы рекомендуем применять инокулянт «Атува». Применяйте «Крузер Макс» и «Атува» на своих полях, и вы будете с урожаем, и будете довольны. Коллеги, добрый день. Меня зовут Чеботаев Александр. Я являюсь представителем компании «Сингенты». Сегодня 1 июля, и мы находимся на демо-опытах посевах «Сои», где применялась технология «Крузер Макс» в сравнении с конкурентными протравителями. Также применялась тут совместно с технологией «Крузер Макс» инокулянт «Атува». При протравке «Сои» по технологии «Крузер Макс» были более равномерные всходы, а при хозяйственной схеме были более рваные и долгие всходы. Фаза развития более однородная, а на хозяйственной схеме она варьировала, так как были неравномерные всходы. Были повреждения ростковой мухой и также наблюдались повреждения от проволочника. Мы в фазу первого тройчатого листа наблюдали уже начало развития клубеньковых бактерий при протравке «Атувой». Коллеги, и чтобы посмотреть развитие клубеньковых бактерий и развитие корневой системы, мы выкопали с делянки, где протравлена «Крузер Макс» технологией и «Атувой» и на хозяйственном варианте несколько растений. И как мы видим, растения более выровненные в одной фазе находятся на протравке «Крузер Макс» технологией, и на хозяйственной технологии тут есть растения с разной фазой развития. Давайте же поближе рассмотрим корневую систему растений. Как мы видим, сейчас идет цветение. Видно развитие клубеньков, в основном расположенных на центральной корневой системе, и есть также некоторое количество и на боковых. То есть на центральной они более развитые, более крупные клубеньки. Сейчас же рассмотрим растения с хоз варианта. Здесь мы не наблюдаем, ну или наблюдаем единичное количество клубеньков, это так называемые дикие формы.